ну а всем привет на канале Олег Нестеров Брест ну и проект движется маленькими шажками а вернее не маленькими а гигантскими шагами к своему завершению вчера мы покрасили машину то есть очень довольны все ребята отличились умом и сообразительностью и рвением в бой то есть несмотря на то что машина все-таки дорогостоящая все-таки это не жигуль или даже не opel а мы замахнули сразу на mercedes то есть отлично все ребят получилось сегодня вот еще немножко полируем такая легенькая полировочка пыли у нас не особо много вельветочками мы сейчас подгоняем вот сергей сейчас выполирует обнаруживает если есть где-то пылинки и будем заполировать сейчас вот он прошел уже трехтысячным кругом урок полировки мы не будем сегодня рассказывать по полировке у меня есть целая папочка в описании видео я дам ссылочку на эту папку потому что не все могут искать по папкам да то есть и в той папке все по полировке а сегодня мы проведем такой легкий день легкий обзорчик и может быть в середине дня мы посмотрим еще обзорчик по аэрографу для оксандер у нас купил аэрограф такой же как мне саша подарил бору дач но с утра для заряда бодрого и хорошего настроения как всегда давно и анекдотов не говорил ну просто очень сильно были загружены сейчас уже небольшая расслабуха поэтому я думаю можно хотелось бы рассказать место анекдота такую притчу потому что в ходе некоторых событий люди просто ошибаются люди видят все поверхностное но никак не видят что внутри да пусть это человека пусть это какой-то мысли ухватывают что-то поверхностное а внутри не ухватывают ничего да да я вам расскажу две притчи одну вот мы придумали с сашком это действительно так вот когда я допустим говорю о косяке да люди думают это либо кратеры либо это потек да люди дальше не думать никто даже не задумывается что есть еще и организованная стая птиц летящих в одном направлении и дверной проем там тоже есть косяк а рыбе вообще вспоминают лишь только пять процентов людей шо и косяк рыбы тоже бывает вот то есть не надо мыслить в одном направлении надо стараться что-то увидеть да и просто подумать что может быть есть внутренняя сторона этого ну а вторую историю я хотел рассказать связанную с клоунадой да была такая притча очень хорошая очень мне нравилось то есть я не скрываю и стролем кстати привет михалыч стролем у нас была тоже беседа он как-то мне сказал олег ты как клоун себя ведешь на что ему ответил эту переписку наверное видели было такое видео на что ему ответил называя меня клоуном ты делаешь мне огромный комплимент потому что я с детства любил клоунов я любил и карандаша я любил и никулина юрия да все мне нравились и я думаю вам тоже нравилось кто застал это время и с детства я мечтал по большому счету я мечтал быть клоуном то есть это опять же образно говорю почему я любил когда люди смеются когда они рядом со мной да я любил вот эту ауру веселую цирк вообще любил вот это позитив который нам дают клоуны я его очень любил а притча проста которую мне когда-то рассказал очень интересный человек но вообще эту притчу рассказывал изначально он слышал от юрия никулина притча была такая пришел к врачу человек и сказал говорит доктор вот у меня такая депрессия все вокруг мне кажется черным у меня нету просвета никакой жизни ни в личной ни в какой мир полное говно а в конце всего этого вдобавок ко всему смерть меня это очень напрягает и мысли эти не дают мне спать спокойно у меня вся так плохо в жизни мне хочется повесить что мне делать доктор на что доктор ответил ты знаешь к нам в город приехал клоун и люди мне говорили что люди которые приходят к этому клоуну они обретают смысл в жизни он необычайно позитивен он открывает людям глаза что не все так плохо и после этого клоуна даже очень депрессивные люди становятся у них светлее на душе и радостнее и они выходят уже здоровыми людьми сходи на этого клоуна и тебе он стопудово поможет сходи он говорит доктор вы понимаете я есть тот самый клоун понимаете и человек который кажется вам на экране дебилом дураком который вам какую-то радость несет не думайте что он такой дебил блин по жизни то есть много умных людей да возьмите юрия никулина это легенда возьмите карандаша это легенда это люди которые несут вам радость с которой вам потом легче жить вот в принципе то из места анекдота вот так вот я вам вынес мозг это для раздумий вам ну и как обещала с утра мы сегодня посмотрим с вами аэрограф какой же аэрограф мне подарил александр выглядит он вот так набор имеется я думал это воронка но люди говорят что это тоже открытый бачок шланг нему идет идет переходничок там это покажем две баночки сам аэрограф то есть петля на которой он вешается ну и ключик 0 3 миллиметра у него дюза то есть сразу скажу мы не знаем хороший он плохой потому что мы не аэрографисты но что он для профессионального применения стоимость его сколько 1200 рублей то есть ну сейчас мы попробуем подключить что-то нарисовать просто интересно но я знаю что настоящие аэрографисты конечно рисуют не такими может быть такие используют не знаю но вот больше я слышал что и ваты они рисуют ну вот для наших работ то есть это незаменимая штука если вы видели видео у андрея да где он матовые диски восстанавливал да и вообще по матовому лаку покраски вещь замечательная переходы мы тоже им делали где-то на маленьких локальных участках тоже замечательная вещь насчет вот это я еще свое не пользовал так что вот мы сейчас сашину попользуем ну сейчас саша его постарается собрать сильно не торопись мы потом подрежем что-то долго было вот и саша попробовать собрать то есть вот такой шланчик сразу есть многие от капельницы до используют шланги но я видел вот у меня сосед сделан так от капельницы раздувает вот до таких размеров не знаю может он давление сильное делает но сейчас сделали 0 5 на него давление но думаем что даже 0 5 для него будет много и вот если видели видео очень популярное там румын красит соломинки он ртом дует андрюха мне тоже сказал что в этот можно тоже ртом дунуть он тоже будет красить но дело не в том просто мы его испытываем никому не навязываем просто нам интересно стало к там серёга полирует а ребята ждут своей очереди кстати да тут и ребята еще сейчас ребята еще сегодня у нас доделывают двери мы их перенесли сюда чтобы там не мешать уже доработал дверь рубанком дверь уже готова под грунт если что здесь заработать ну как тебе трубанка нормально вообще и дело в том что ты можешь ровно выровнять раз здесь тоже виталий работал рубанком металл сейчас он подкрасил и тоже уже все готово под грунт здесь у нас было очень много царапин ну их нужно сажали наверное потому что где-то носили виталий взял рубанок все стер восьмидесяткой и прошелся 240 царапины исчезли то есть деталь готова под грунт сразу вопрос будет наверно видели вот эта дверь была сильно ржавая но дверь до этого был ремонт и там слой шпаклёвки то есть чтобы по уму ее сделать да уже хорошо надо было вырезать этот кусок и переваривать но мы посмотрели что старый слой шпаклёвки не сильно толстый и хорошо держится поэтому мы очистили металл где ржавчина была до того места пока у нас не пропала ржавчина после чего ржавчину мы обработали цинкарем на ночь оставляли после чего зачистили эту ржавчину до важный момент что дырочек не было на ржавчине если была дырочка такую дырочку обязательно нужно заварить потому что из под нее потом пойдет ржавчина то есть если у вас дырочек нету даже металл если черный да вы его до блеска не очистите конечно место металл устал конечно долго не проходит но два-три года я думаю проходит и мы его завалили вернее да цинкарем цинкарь почистили обезжирили положили слой стекловолокна микрофибером мы пользовались не крупным волокном убрали стекловолокно выровняли и наложили уже остальное выровняли универсальной шпаклевкой на одном из каналов я как-то видел да недавно мы просматривали что одной шпаклевкой если пошел то не переходишь никуда да не на зернистость никуда одной и валить это все ерунда хотя знаете вот я заправила наверное возьму я не буду никого поправлять способов много очень много каждый работает по-своему и я сейчас уже разные способы изучают разные технологии изучаю одна противоречит другой но способы работали так вот там говорилось да что шпаклевки нельзя менять я даже вот практикую такое если вы посмотрите мои предыдущие видео что я вот эту зеленка грубо назовем и да микрофибер зеленку если толстый слой но иногда приходится ложить толстые слоя первый слой мы ложим зеленку если у меня крупный слой до 2 слой я ложу зеленку половину на половину перемешиваю с универсалкой и третий слой уже довожу универсалка это и нужно для плавного перехода со шпаклевки на шпаклевку ну я думаю даже если вы микрофина микрофибер наложите уже универсалку а потом пройдете финишкой здесь тоже не будет ошибки потому что по технологии это именно так это именно так прописано это именно такие правила над этим работали технологи которые обучались этому да ну и чем еще вот все равно эти технологии эти опыты да все равно это тоже несовершенно они просто проверили вот так работает а другие способы они не проверяют никому не нужен гаражный способ хотя гаражный способ намного эффективнее да придерживаться надо конечно технички но придерживаться в основных ее понятиях то есть естественно мы краску не будем водой разбавлять да естественно мы восьмидесятой шкуркой под покраску не будем готовить да то есть такие вот варианты которые действительно нужно знать а это все мелочи вы можете как бы со временем может быть выработаете свою технологию каждого свой почерк будет кто-то какую-то фишку найдет и будет ее использовать да главное чтобы способ работал неважно в гору вы поедете на лошади или на мотоцикле вы все равно туда приедете да или вы с другой стороны залезете по веревке да как альпинист или вы с вертолета туда залетите неважно вы оказались на вершине оказались а каким способом мы туда пришли никого не волнует вот и все так что я думаю понятен хоть мои мысли это для особо одаренных каналов где у нас находятся профессионалы очень большие и очень много любят засирать других и вообще по школе по моему каналу я хотел бы сделать такой большой акцент все таки мой канал он больше направлен на тех людей которые только начинают которым нужны азы которым нужен букварь этого всего а не показать как я делаю какой я охеренный мастер да какие способы делаю я показываю людям чтобы человек не знающий человек с нуля мог начать и он знал с чего начать они так что посмотрел как ты покрасил офигенно какой ты хороший как ты умеешь а я вот так не умею какой я чмо блин да чтобы вот человек посмотрел и сам сделал и радует что уже многие люди открыли свои автосервисы за год существования канала всего много хороших каналов много людей которые действительно что-то могли бы сделать для наших подписчиков да но они этого не делают мало того они засирают тех кто это пытается сделать но я думаю в скором будущем мы это искореним а саша между делом тут что-то уже наколдовал уже красочку тут приготовил мы взяли кусочек капота на котором мы будем проводить свои сумасшедшие опыты такой довольный думает ну сейчас будет вообще ураган да сейчас что-то будет ну давай сначала просто попробуем на стенку вот попробуй сильно не дергай так на себя тени на себя да вот так вот только что-то воздух не идет мал идет но мало да так добавляем даже эту кератин очень неудобно а что такое только на себя официально о это надо чтобы руки не дрожали то есть они как-то двумя руками видел держа короче у меня руки дрожат потому где он Ra. да потом будемmund даhir аналог mestrand учимы гибель первые дек策и сейчас попробуем переходик делать я pediatrician напиши нам что-нибудь напиши потом сделаю второй слой там типа за этим букве можешь подсушивать может мой я теперь аккуратненько это Syllate ну вот по моему горошка в марте разбавили надо было вот так вот сделать красиво красиво говорю охрененно красиво оооо но так зато поржут хоть люди но короче если вы думаете что вы купите такую херню и вы сразу забодяжите себе какой-то охеренный рисунок вы ошибаетесь у меня даже буквы некрасиво получается это вообще целое искусство я не представляю как можно что-то красивое нарисовать это фигня засыпкин, а? ну у нас в нашей сфере то есть это вот для переходиков как бы нормальная вещь сейчас мы его промоем посмотрим насколько Саша талантливый Саша получается здорово он почти даже попадает буквально рисунок становится ярким красивым и вообще шикарно и вообще-то начинать лучше конечно с трафаретных картинок то есть начинать не очень хорошо что-то что-то так чувствуешь себя совсем не художником не а пылок сделать получается нет переходит короче чем дальше отводишь тем больше подачи материалов да вот нажал да потихонечку начинаешь можно близко подвести но при этом подачу маленькую сделать и тогда будет точность поэтому они рисуют ну-ка понял нет понял весь смысл вот короче нажимаем пошла подача воздуха можно просто подсушить да а теперь отводим вот сюда и тогда подается материал там соответственно чем сильнее ты отводишь назад тем больше под подается материала вот держим одно и то же расстояние но при этом материала больше пошел а можно чуть-чуть вот так вот раз у тебя видишь рука не трясется у нас трясутся ну тоненько да очень поэтому вот они так и рисуют красиво всяко-разно нет я понял одно что я не буду пытаться рисовать аэрографию оставим аэрограф для переходов для каких-то точечных подкрасок но ребятам понравилось вот смотри Виталий написал ну что там вот Санек тут нарисовал уже 3D эффект получается да 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 это вообще шикарно так вот ну а мы решили съездить в кофейню на паяху да 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 учитывая что у меня на канале подписчиков нет жаловаться нет да а теперь начинается зоопарк называется найди парковочный вестник да 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 ну да да Так, вон, выводятся все данные. Вот газониши, я видел. Вот, как видно, это обороты, скорость, температура охлаждающей жидкости, катализатор температурный. Да, первый, второй банк. Расход топлива. Короче, все, все, что там еще есть? Здесь практически все зависит от себя. Да, да, достаточно неплохая вещица для измерения, любительного погоняйца. От нуля до шестидесяти, от нуля до ста. Время, да? Да, на одну четвертую разгон, то есть одна восьмая, или для дрифтеров погонять очень неплохо датчики. Оказывается, что возможно. Сама штукенция у нас? Сама туда она уходит. ЕЛМ-327. Это вот это еще? Да, да. ЕЛМ-327. У нас это денисочка. Ну все, видишь, вот я его выдернул, все, вот он у меня пишет. Подожди, она вставляется только в эту... В оба три раз в нем все, да? И все, и что ты делаешь? Больше ничего. А скачиваешь пробу? Скачиваю пробу, вставлю... О, включаю бульпус. Обалдеть, надо матист такую поставить. Достаточно интересная вещь, и программу только... Сколько стоит вот такая программа? Да, только что мы обнулили ошибки. То есть, элементарно быстро делается все это дело. Голосная штука, я себе хочу такую. На самом деле, недорогая, но учитывая нестабильность нашей российской валюты, на данный момент даже не представляю, сколько себе стоит. Покупалась примерно полгода назад, на тот момент она стоила около 300 рублей. Сколько сейчас стоит... Андрей, по-моему, за 700 купил себе сейчас. Ну, опять же, одно дело заказывать с сайта, то есть... Да, но у него она только идет под Apple, эти, как его... А, под iPhone. Под iPhone, да. Ну, понятно. Нет, здесь абсолютно... Тут хочешь Android, хочешь iPhone. Самое удобное, здесь есть кнопочка включения-выключения. Здесь даже удобно. Здесь есть кнопка включения-выключения. Я выхожу в банк, выжигаю и пишу. Иначе на аккумулятор уже постоянно... ...мнижает. Субтитры сделал DimaTorzok Знаю, что творится со мной, моей душе... Ну, вот и все. Закончился день, все загрунтовано. Забыл снять, просто замешкался. Машина выполирована, завтра я вам покажу. Что хотелось сказать. Днем удали в своему, что немножко погустали, но это не вида. И хотелось сделать такое объявление, что мы ведем, ведем работу с Андреем, и уже можем точно объявить, что школа будет в Беларуси. Школа будет в Беларуси, и будет она... Город я позже объявлю, но беларусам ездить недалеко. В Беларуси небольшая. Ах, Беларусь. Правильно. Да, это меня поправляют все время, неправильно я называю. Это будет город Могилев, и начнем мы в Могилеве с кузовного ремонта. Обращаю ваше внимание, школа не для профессионалов. Школа начальная азбука кузовного ремонта. Как промерить кузов, от каких точек оттолкнуться, какой инструмент нужен, что и как работает. Ориентировочно курсы будут длиться три недели. Пока идет работа с нахождением помещения, оборудования, гостиницей. Вся инфраструктура пока прорабатывается, и будет очень достойный учитель. Это профессионал своего дела. Лучший из лучших в России, в Беларуси. Может быть, даже лучший из лучших в России. И его вы видели на Ютубе тоже. Это профессионал своего дела. То есть для кого-то это может быть интересной новостью. Еще хотелось добавить, что, ребят, предлагайте свои кандидатуры. Мы будем их рассматривать. Не стесняйтесь. Там, где мы посчитаем нужным город, если там живет хороший профессионал, если этот город... Подключайтесь с Украины, люди. Большой, да. То есть мы именно в том же городе, где живут эти профессионалы, и будем открывать филиалы. Потому что нас, конечно, с Олегом не хватит на то, чтобы все контролировать. Но эти люди, которые будут выбраны на школу, они будут именно админами, они будут учителями, они будут вести эти филиалы. То есть будут директорами филиалов наших. Поэтому не стесняйтесь, присылайте свои резюме, либо свои каналы дайте нам на Ютьюбе, чтобы мы с вами познакомились. И дальше мы будем с вами связываться. То есть, соответственно, оставляйте свои контактные данные, мы будем с вами связываться. И уже общаться более плотно по скайпу, чтобы познакомиться уже с глазом на глаз. И, в принципе, потихонечку будем расширяться. Будем поднимать школу маляров, пузырщиков и, возможно, с Убора, и школу по ДВС. Ну, это в будущем. Пока, вот говорим, захватываем Беларусь. И очень много, очень много с Украины просят. Так что, если есть хорошие мастера в Украине, милости просим. Ну, это уже будет после Белоруссии, потому что с Белоруссией тоже много заявок. Да, еще хотел сказать. Многие едут, конечно, да, в школу не только поучиться, но и увидятся как бы со мной. Это как бы, ну, мои подписчики, мои почитатели. Я обещаю, что на экзамене я буду во всех городах, которые открылись, пока их не будет, ну, больше 5-6, в которые я смогу это сделать, есть. А также мастер-классы. Да, а также мастер-классы. Мастер-классы будет от меня тоже. В каждом городе, неважно, какой это город. В школе, в школе, да. То есть, мое присутствие будет. Мы пообщаемся и поразговариваем. Все, ну, дойдем друг к другу. Вот так вот. Так что, как-то так. Ну, а на Сим, прощаюсь с вами. Да, хотел бы сказать, ребята, напоследок, и это будет в следующих моих заставках. Я посчитал, что немножко неправильно я делаю, что во многих моих роликах, то есть, я не пользуюсь кожухом, но я профессионал своего дела, и я рискую лично своим здоровьем. Но примера показываю плохой. И поэтому в следующих видео вы будете видеть в заставке предупреждение, чтобы вы соблюдали меру безопасности и изучали внимательно, как пользоваться инструментом, а именно о безопасной работе с ним. Ну, а на сегодня все. Желаю всем удачи, здоровья крепкого, настроения бодрого, ну и, конечно же, добра и бабла. Правильно.